Ну вот карагач, вот этот вот лосатый. Это липа белая, это французский клён, это европейский орел. Свои картины Евгений Кондратюк называет поделками, хотя на каждую может уйти более десятка разных пород древесины и годы работы. Например, копию картины Василия Перова «Охотники на привале» мастер создавал около 20 лет. Я не художник, у меня нет никакого художественного образования. Я столяр-плотник, вернее, выучился на плотника, но любой плотник обязательно хочет быть столяром. Наоборот, никогда. Столяр никогда не будет плотничать. А вот эта вот марки 3, она, в общем-то, нигде в училищах его не преподают. А вот у кого-то подсмотришь, и на любую картину смотришь, интересно понять, как бы она выглядела в дереве. Старинное искусство времен европейского средневековья представляет собой составление мозаики из пластинок ценных пород дерева. Сюжеты картин просты и понятны каждому. Пейзажи, православные храмы, животные и натюрморты. Работы просто изумительные, отличные. Я знаю, что шпанирование деревом занимает очень-очень много долга времени. Это очень кропотливый труд. С каждым годом и с каждой картиной повышается его профессионализм. Вам нравится? Мне очень нравится. Мы с огромным уважением относимся и к нему, как к человеку, и к его творчеству. За 40 лет работы в личном архиве мастера накопилось свыше 300 работ, а его дом в деревне Кобицыно уже давно превратился в небольшой музей. Вячеслав Леденев, Кира Андреянова, Антон Кузьмин, телекомпания НИКО-ТВ при содействии студии телевидения Боровского района.